Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Евнесий. Приветствую вас, пока мы еще из Трансильвании, мы еще будем три дня здесь. В этом видео я хотел бы поделиться интересной новостью, которая попалась мне на глазах. Я думаю, что вам она понравится, и в принципе я хотел не только новостью поделиться, но хотел еще и прокомментировать, что-то добавить от себя. Новость появилась на официальном новостном сайте правительства Канады. Как вы знаете, он находится по ссылке cicnews.com Новость появилась 13 августа этого года и под таким заголовком Канадская экономическая миграционная система является образцом для подражания среди стран ОСР То есть организации по экономическому сотрудничеству и развитию Система экспресс-энтри называется самой сложной системой отбора в этой организации И давайте мы по порядку эту новость просто прочтем, а потом я все-таки попробую ее прокомментировать и немного разобрать И сделать какую-то параллель с Европой и с другими странами И это, думаю, вам будет очень интересно, потому что здесь кроется одна из причин, почему мы все-таки покидаем Европу и все-таки направляемся в Канаду Я думаю, для всех это будет интересно Канадская экономическая миграционная система является наиболее тщательно разработанной среди 36 стран членов ОСР и сотрудничества И служит образцом для подражания для тех, кто хочет улучшить то, как они управляют миграцией, говорит парижская организация Помните, я в последнем видео в конце говорил о системе, и я затронул эту тему, и вот в понятие системы входит и данная тема, тема иммиграции Согласно новому докладу, Канада имеет самую крупную, долговременную и наиболее всеобъемлющую и сложную систему миграции, квалифицированной рабочей силы в этой организации И кстати, в эту организацию входят такие страны, как Австралия, Франция, Германия, Соединенные Королевства и Соединенные Штаты Америки То есть, когда мы решали, куда мы хотим иммигрировать, мы брали в учет и эту вещь Я об этом не говорил, но... я не знаю, почему я об этом не говорил, наверное, просто упустил из виду Но на самом деле, мы брали это в учет, мы читали вот эту... я лично следил за этой статистикой Многие спрашивают, почему вот не остаться в той же Германии Или почему там не ехать, допустим, в ту же Швецию Кстати, мы о Швеции тоже поговорим отдельно, потому что в Швеции там всегда приводилась пример Как вот этого либерального толка, как хорошо там справляется их система с миграционным потоком Мы об этом поговорим, я тоже постараюсь привести какие-то аргументы, какие-то цифры Давайте мы пока закончим с этой статьей В докладе выражается признательность Канаде за ее успехи в области привлечения, отбора, интеграции и удержания экономических иммигрантов И за содействие общесемейному подходу, который учитывает потребности всех членов семьи и не только основного заявителя То есть, по сути, друзья, смотрите Во-первых, миграционная система Канады, она лучше, чем в других развитых странах И я перечислил Она лучше, чем во Франции Она лучше, чем в Германии Она лучше, чем в Великобритании, где мы год работали и жили Она лучше, чем в США Да, и она лучше, чем в Австралии В Австралии тоже многие хотят туда ехать и так далее Но вот самая лучшая миграционная система у Канады Я столкнулся на месте с тем, как много средств направляют и как много усилий прилагает правительство Канады для интеграции нюкамеров Для интеграции мигрантов Как много вот это... Везде есть multicultural association, так называемые мультикультуральные ассоциации Которые предоставляют бесплатно уроки английского языка Которые предоставляют разного рода интересные мероприятия Чтобы люди интегрировались в это общество Я нигде такого не видел То есть, в Англии точно этого нет Среди других сильных сторон Канада опирается на гостеприимное принимающее общество Это правда Которые рассматривают иммиграцию как часть своего национального наследия Говорится в докладе То есть, там работаются на всех уровнях То есть, и на уровне, допустим, школ И на уровне предприятий И на уровне местных властей И на уровне провинций И на уровне государства Для того, чтобы люди Как бы предупредить людям эту культуру доброжелательности к нюкамерам Там на это отрачиваются огромные ресурсы Направляются огромные усилия, друзья Говорится в докладе под названием Улучшение на основе надежной оценки и исследований На встрече, посвященной обнародованию докладов Торонто Томас Либбек Старший специалист по иммиграции Организации экономического сотрудничества и развития Заявил, что независимая оценка Канадской экономической иммиграционной системы Является десятой в серии обзоров Проведенных этой организацией И таким образом Канада не единственная страна Которую мы сделали Но явно Канада выделяется По ряду причин Сказал он Вершиной идеи для Либбека Была постоянная тяга Канады К улучшению Основанная на твердой оценке и исследовании Пик сказал, что Этот подход наиболее очевиден Для программы Express Entry Которая управляет Пулом аппликантов Для трех главных экономических Имиграционных программ Это Federal Skilled Worker Class Federal Skilled Trades Class И Canadian Experience Class В докладе Express Entry Называется Самой сложной системой Отбора В этой организации Которая позволяет Более тщательно Отбирать трудовых иммигрантов Чем в странах-партнерах Также он добавил Что система Express Entry В Канаду Служит образцом Для подражания Для управления Экономической миграцией Которые многие страны Этого сообщества Ищут для руководства С момента своего ведения В 2015 году Эта программа Express Entry Претерпела Две крупные реформы Для устранения Того, что Либбек называет Первоначальными Недостатками Такими как Чрезмерный акцент На предложение Работы В рамках Комплексной системы Ранжирования Express Entry То есть CRS Comprehensive Ranking System Это Быстрая реакция И постоянное улучшение На самом деле Довольно интересный Контраст Дебатами Которые мы имеем В других странах Этой организации По вопросам миграции Сказал Либбек Утверждая, что Большинство стран Не любят Возиться со своей Миграционной системой Канада любит Никакая система Не вечно И я думаю, что Канадский пример Показывает это Очень ясно Я это цитировал Либбек Также Сказал, что Express Entry Уникальна Потому что Она была разработана На основе Всесторонней Оценки факторов Которые считаются Важными для Успеха иммигранта А также Взаимодействия Этих факторов Таких как Опыт работы за рубежом И знания Английского Или французского Языков Канадская Экономическая Миграционная система Также Высоко реагирует На новые события Отмечается в докладе И канадская Миграционная политика Более сильно Основана На фактических Данах Чем в других местах Он сказал Что сила Иммиграционной Системы Канады Привела к Высокой Общественной Поддержке Иммиграции Среди канадцев Высокое признание Связано с восприятием Того Что миграция Хорошо управляется И выгодно Для Канады Есть так называемые PNP Provincial Nominal Program Или провинциально Номинальные программы Повышают результаты На рынке труда И удержания Новых Мигрантов Канада Также добилась успеха В распространении Преимуществ Миграции За пределы Своих Наиболее Густонаселенных Провинций А именно Через Свои Различные Провинциальные Территориальные Программы Проводимого Проводимого Через систему Экспресс-энтри Является Одной из ключевых Рекомендаций Этой организации Для Канады То есть она Дала рекомендацию Увеличение Объема Регионального Отбора Каждая Канадская провинция И территория С программой Номинирования Уже имеет По крайней мере Один поток Который Позволяет Ей выбирать Или назначить Кандидатов На экспресс-энтри Кандидаты На экспресс-энтри В выдвинутой Провинции Или территории Получают Дополнительно 600 баллов CRS Comprehensive Ranking System И фактически Гарантируют Приглашение То есть Подать заявку На постоянное Проживание В Канаде В докладе Говорится Что направление Будущего Роста ПНП Через экспресс-энтри Является Способом Обеспечения Того Чтобы отбор Провинциальных Кандидатов Оставался В соответствии С общими Потребностями Канады В навыках Данная Организация По экономическому Сотрудничеству И развитию Также Подчеркнула Ранние успехи Atlantic Immigration Pilot Программа Ориентированная На работодателей Введенной В 2017 Году Которая Позволяет Работодателям В четырех Атлантических Провинциях Канада Нанимать Иностранных Работников На рабочие Места Которые Они Не смогли Заполнить На местном Уровне И То есть Подчеркнула Ранний успех Этой программы И другие Рекомендации Включали Упразднение Федерального Класса Квалифицированных Профессий То есть Federal Skill Trades Класс То есть Должно Упразднить Переход К единому Набору Основных Минимальных Критериев Отбора На основе Существующих Основных Факторов Комплексной Системы Ранжирования То есть CRS Данная Организация Заявила Что это Упростит Систему И обеспечит Общий язык И стандарт Общий стандарт Образования Для всех Федеральных Трудовых Мигрантов Присуждение Основных Баллов CRS За Канадский Опыт Работы На основе Заработной Платы Последней Канадской Работы Вместо Продолжительности Опыта Работы И профессиональной Классификации Разрешить То есть Еще Одну Рекомендацию Разрешить Экспресс-центре Кандидатам Желающим Работать В лицензированной Профессии Въехать в Канаду По краткосрочной Визе Чтобы начать Процесс Лицензирования Внимание Создание Провинциального Пилотного Проекта Для временных Иностранных Работников Который Нацелен На конкретный Региональный Дефицит В своем Заявлении Министр Миграции Беженцев И гражданства Канады Ахмед Хусейн Заявил Что для него Большая Часть Того Что Говорила Предлагала И рекомендовала ОСР Эта Организация Определяет Канаду Как образец Для подражания В успешном Управлении Миграцией Имиграция Это является Центральной Опорой Будущего Экономического Успеха Этой страны И наше Правительство Будет продолжать Поддерживать Иммиграционную Политику И программы Которые повышают Экономическую Социальную И демографическую Жизнеспособность Общин по всей Канаде Сказал Хусейн А вот Друзья Вот это была Новость Я ее Постарался Перевести На русском Вы можете Прочесть Ссылка На эту Новость Будет В описании К этому Видео Как всегда Но на что я хотел Обратить ваше Внимание Дополнительно Я вчера Общался С одним Иммиграционным Консультантом С которым Я знаком И я иногда Ко мне люди Обращаются И я передаю Иногда кейс Этому Иммиграционному Консультанту Потому что Он может Он имеет Он лицензирован В Канаде И он может Заниматься И что он мне Ответил Очень интересный Ответ Он сказал Что по сравнению С тем Как люди Мучаются С иммиграцией Через разные Программы То что я Сейчас хвалил И то что Хвалила Организация По экономическому Сотрудничеству И развитию То есть Эти программы Экономической Эммиграции То есть По сравнению С этими программи И как люди Мучаются С ними Для беженцев Вообще Ничего не надо Медицина Бесплатная С момента Подачи Вок-пермит У последнего Заявителя С которым Он работал Через три Недели Был Ни языка Ничего Не нужно И он говорит Что вчера Подал Заявителя Которому 85 лет И такие страны Как Россия Кавказ Средняя Азия То есть Можно Понимаете То есть Смотрите Наряду С этой Прекрасной Историей Успеха Которая Называется Экономическая Эммиграция В Канаду Которую Я просто Очень согласен И я Полностью Поддерживаю И я думаю Что другие Станы Реально Возьмут Этот пример На вооружение И начнут То же самое Разрабатывать Для своих стран Я надеюсь Что это будет Делаться В Европе Потому что Что творится В Европе Так называемый Миграционный Кризис Это уму Непостижим Вы все Его знаете И вот понимаете Как бы в Канаде Существуют Вот две такие Реальности Для тех Кто идет Просто как По эмиграции По экономической Эмиграции Для них Просто Ну как Программа Очень суровая То есть Тебе нужно Доказывать Что ты не верблюд И тебе нужно Просто как бы Реально Такое-то Мучение Через тернии Проходишь На тебя Просто смотрят Через микроскоп Требуют И это И это И третье И пятое И десятое И ты должен Это все В срок сдать И ты должен Все это Оформить Правильно И пока Ты это Все Сделаешь Пока Ты получишь Пока Ты получишь Статус Постоянного Резидента Или Увидишь Желанную Визу Или Пиар Ты проходишь Через огромное Количество Мыторств На самом деле Ну не у всех У всех По разному Но вот Мне Иммиграционный Консультант Сказал Что это Как бы Мучение По сравнению С тем Что есть Другая Реальность Для беженцев На которой Канада Просто закрывает Глаза Практически На все Если ты доказал Что ты беженец Что ты страдаешь За права человека Или за Что-то еще То Welcome to Canada И к тебе Вообще Никаких Условий Практически Понимаете И это С одной стороны Хорошо Но с другой Стороны Не совсем Так Друзья Смотрите Я вам сейчас Приведу Пример Швеции О чем я говорил Западная пресса Называет Это Прогрессивной Утопией В Швеции То есть Это всегда Приводилось Пример Ну вот Если перевести Как бы это С журналистского Английского На разговорный Русский Это социалистический Рай Был в Швеции То есть Страна Которой Можно было Пользоваться В качестве Убийственного Аргумента В любых Политических Дискуссиях В том числе В США Указывая на то Что высокие Налоги В этой стране И гигантская Система Социального Обеспечения Являются Ключами К счастливой Жизни То есть Как бы Вот смотрите Как работает Швеция Это аргумент Для вот этого Не совсем Здравомыслящий Подход К миграции Понимаете Потому что Дать сразу Соцпакет Людям Которые Еще не успели Интегрироваться В обществе И к нему К ним не выдвигать Никакие условия Это можно Только в крайних Случае Но не как правило Понимаете Потому что Смотрите Если мы переходим По Иммиграционной Экономической Программе Обычной Стандартной Я должен работать В Канаде 18 месяцев Чтобы получить Потом пособие На детей И это нормально Сначала поработай В этой стране Плати налоги Какое-то время Потом ты получишь Соцпакет Даже если ты получаешь Пиар Либо ты получаешь Пиар И ты начинаешь Эти пособия Получать раньше Но пиар ты тоже Получишь где-то В течение полугода Ну там Четыре месяца Но не раньше То есть ты поработаешь Сначала какое-то время Плачешь налоги А потом получаешь Соцпакет И тебя интегрируют В это общество С тобой работают К тебе выдвигают Требования По языку По образованию По опыту работы И так далее Понимаете Но когда вот Когда Нету никаких Нету Нету этого Фильтра На вход Это и остановится Большой проблемой Хваленая система Социального обеспечения В Швеции Работает при соблюдении Двух Жестких Условий Очень жестких Которые не имеют Отношения К налоговой политике Первое условие Это доверие В обществе Общество должно быть На 100% уверено В том что пособия И другие социальные выплаты Получают те Кто очень хочет Но временно Не может работать Или нести на себе Полное бремя Необходимых расходов Временно И кстати По первому условию То есть доверие В обществе Понимаете Среди канадцев Вот сколько я общался Год с ними У них нету проблем С людьми Которые приезжают В Канаду По вот этим Экономическим Программам Иммиграции И которые просто Преодолевают Огонь и медные трубы Только чтобы попасть В Канаду И там они работают Усиленно Платят себе налоги Даже иногда С них берут Больше денег Там за Потому что Они ньюкамеры И они просто Работают там Чтобы обеспечить Себе хорошую жизнь И носят Свою лепту В экономику Канаду У канадцев Нету Поэтому они Такие доброжелательные Но у многих Есть проблемы С либеральным Подходом К беженцам Вот реально Я не раз слышал И не два И не десять Раз Когда То есть Из налогов Людей Которые работают Просто тратится Огромная часть Просто на поддержание Вот этих беженцев Которым Которым Вынь да положь Все дается на блюдочке И к ним Не выдвигаются Какие-то требования То есть Для того Чтобы это доверие В обществе сохранилось Нужно иметь баланс И нужно Дать вот этот Соцпакет Соцобеспечение Только В крайних случаях И в ситуации Когда человек Временно не может По каким-то Объективным причинам Работать И второе условие В обществе Должен быть Крайне высокий процент Тех Кто работает На высокотехнологичных И других Высокооплачиваемых Рабочих местах Только тогда Экономика В целом Может себе Позволить Нести Колоссальное Налоговое Бремя Мигранты В принципе В Европе Нарушают Оба условия И в Швеции То же самое Принципиально Не хотят И не могут Интегрироваться И при этом Получают Полноценную Социальную поддержку Неудивительно Что-то ломает Привычный Экономический уклад А у общества Привыкшего К взаимному доверию Высокому уровню Культуры И скандинавской Версии Протестантской Трудовой Этики Просто Нет способов Защиты Часть общества Верит в то Что во всем Виноваты Сами шведы То есть Если мигранты Кого-то Извините Изнасиловали То это Исключительно Из-за Недружелюбной Общественной Среды Но часть Уже готова Смириться С очевидными Мерами В виде Ужесточения Миграционной И социальной Политики То есть Я вам Сейчас Прочитал Хорошую новость Я Сравнил это С Европой И особенно Со Швецией Я Сказал Какие Минусы Есть Друзья Я хочу Чтобы вы Об этом Подумали Хотел К вам Донести Эту новость И сказать Что мы Хотим Тоже В этой Области Миграционной Области Реализовать Себя В Канаде Это ведется Насчет Того Чтобы получить Все нужные Лицензии Чтобы Собрать Команду Чтобы Открыть Офис Выбрать Место Регион И так Далее С вами был На связи Леонид Леонид Надеюсь Я вас Не утонмил Этой Информацией Надеюсь Я вам Дал Пичу Для Размышлений Напишите Пожалуйста Ваши Комментарии Ваши Отношения К этому Всему И до Новых Встреч В эфире Пока Пока